МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нырять или не нырять, главное, голову не терять. На волжском льду не будет купелей. Самарские ученые вышли на новые уровни. Медицинские университеты, ракетно-космическая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве. Увеличение материнского капитала, компенсация ипотеки самарские родители обсуждают в послании президента. В колонии без колючей проволоки покажем, в каких условиях живут те, кого приговорили к принудительным работам. Аномальная теплая погода внесла свои коррективы в традиции празднования Крещения. Тонкий лед на Волге не выдержит наплыва верующих, поэтому совершить традиционный обряд омовения можно будет в специально оборудованных купелях около храмов. Насколько они безопасны, расскажет Елена Малютина. Православный храм в честь иконы Казанской Божьей Матери Евгении Ятмана входит с открытия. Пять лет назад он вместе с единомышленниками построил здесь купель. Но в этом году иордань пришла в негодность, поэтому сейчас мужчина оборудует новую, в ее безопасности уверен. Здесь нет, скажем так, риска провалиться под воду, нет никаких проблем. То есть у нас тут рядом, скажем так, трапезная, где будет горячий чай. В том году было сложно, то есть мы вытаскивали тут лед, то есть мы его там доливали в воду и прочее. В этом году, я думаю, будет все, слава богу, без этого. Здесь рисковать не придется. Для безопасного входа и выхода из купели к этой лестнице крепят перила. А также тут постоянно будет находиться дежурный, который будет следить за тем, чтобы ступеньки не покрывались льдом. Для того, чтобы вода в Иордане не замерзала, сюда добавят около 10 килограммов морской соли. Традиционных купелей на Волге в этом году не будет. И чтобы избежать несчастных случаев, если кто-то все же захочет окунуться, берега будут патрулировать сотрудники МЧС, спасатели и полиция. Особое внимание уделят полевому и Некрасовскому спускам, пляжам на 9-й просеке, Советской армии и Красной Глинке. Для охраны общественного порядка на крещение в Самаре привлекут более 400 сотрудников полиции. Помогать им будет добровольная народная дружина. В момент купания выход осуществляется массово. И это увеличивает возможность провала под лед. В связи с этим настоятельно рекомендуем ни на какие водоемы не выходить. Если есть большая необходимость и желание в хрещенские купания ощутить данный обряд, рекомендуем идти в церковь. Есть в городе церковь, где находятся купели. Наряды также будут выставлены в местах вероятного купания. Таких мест у нас 5 по городу. Для того, чтобы как-то удерживать людей от непродуманных поступков. Врачи предостерегают. Крещенское купание в проруби может нанести вред здоровью. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями и детей. Представители Самарской епархии рекомендуют в крещение сходить на службу, причаститься, взять освещенную воду и окропить дом и всех близких. При этом в купель можно не окунаться. Ни церковного какого-то постановления, что каждый должен купаться, нет. На освещение просим о том, чтобы эта вода была в освещении самого человека, в освещении домов, для исцеления тела и души. То есть, как божественная благодать, она не мочитующе врачует, то есть, что болит, исцеляет, да, и оскудевающе восполняет, что пропадает, заполняет. Только у нас все почему-то порой непонятно как. Если вы все же запланировали погружение, его можно совершить в ночь на 19 января, после праздничного богослужения и водоосвещения, в четырех местах в Самаре, в храме Казанской иконы Божьей Матери, в честь Святой Блаженной Матроны Московской на Безымянке, в честь святителя Митрофана, епископа Воронежского и в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Для удобства верующих в Самаре в Крещенскую ночь продлили работу общественного транспорта. Автобусы номер 261 и 247 будут курсировать до часа ночи. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Самарские ученые вышли на новый уровень. Медицинский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Объединенной ракетно-космической корпорацией. Одной из сфер которой является космическая медицина. Помимо внедрения собственных разработок, корпорация постоянно ищет партнеров. Среди изобретений самарских ученых федералов заинтересовали три проекта. Это VR-технология, система планирования и контроля медицинских операций «Автоплан» и технология освоения космоса. Впереди несколько лет совместной работы. О перспективах и целях такого сотрудничества расскажет Мария Левина. Одна из последних разработок самарских ученых – система «Автоплан». Она позволяет планировать и контролировать ход медицинских операций. Сами специалисты называют ее хирургической навигацией. Бонусов у проекта много. Самое главное – это избежание лишних рисков и увеличение шансов на благоприятный исход хирургического вмешательства. Этим и еще двумя проектами, разработанными в Самаре, заинтересовались в Объединенной ракетно-космической организации. В планах у инженеров развить медицинские инновации внутри компании. В этом потребуется помощь самарских ученых. Наши предприятия на самом деле сейчас тоже заняты выпуском большого изделия для медицины. И поэтому они нас разыскали, они за нами наблюдали, мы за ними. Поэтому интересно. Ну и плюс, в принципе, ваш вуз медицинский является по праву, наверное, один из самых основных не только в регионе, а вообще, в принципе, в Российской Федерации. Самарским специалистам есть, что предложить. Помимо автоплана представлены еще два проекта. Знаменитые VR-технологии, например, те, что помогают в реабилитации людям после инсульта. Их применяют в Самаре, но для других регионов они пока недоступны. С помощью специальной обуви и очков пациенты учатся вновь управлять своим телом. Третий проект связан с освоением космоса. Всех карт ученые пока не раскрывают. Конкретный шаг в развитии сотрудничества, причем сотрудничество, мы сегодня еще обсуждали, будет непросто в создании нового инновационного оборудования и передаче в серийное производство предприятиям Роскосмоса с последующей коммерциализацией, выводом на рынок, доведением до потребителя реальных разработок. Развитие медицины и космических технологий для Самары остаются приоритетными направлениями. В области находится одно из ведущих ракетно-космических предприятий – завод «Прогресс». В свое время именно здесь была разработана знаменитая ракета «Союз», на которой Юрий Гагарин совершил свой первый полет в космос. А Медицинский университет – один из крупнейших вузов страны, в ведомстве которого находятся клиники, на прием, в который съезжаются люди со всей области и даже из других городов России. В участии в Медицинском университете количество компетенций, которые имеет университет, он может развивать, работая в сотрудничестве с Ракетно-космической корпорацией. Такое соглашение подписывается сроком на один календарный год. Но главное, говорят эксперты, не в самом соглашении, а в построении прочных деловых отношений. Так уже сегодня сформулировали цели на ближайшие пять лет. Мария Левина, Максим Гусев, События. Меры дополнительной господдержки семей, которые озвучил в своем послании президент Владимир Путин, сейчас самая обсуждаемая тема. Многие молодые супруги стали строить новые планы, исходя из новых возможностей. С молодоженными в Самарском ЗАГСе пообщался Олег Зверев. Владислав и Ольга только что зарегистрировали брак и принимают поздравления. Для новоиспеченной супружеской четы Боболевых это первый шаг к созданию большой и дружной семьи. Моя мечта – иметь три ребенка. Если Бог даст, то будет замечательно. Я поддерживаю полностью, да. Трое детей – это хорошо. Меры государственной поддержки сегодня способствуют тому, чтобы семьи становились большими, а нововведения, которые озвучил президент Владимир Путин в своем послании, значительно упростят жизнь многим. В частности, материнский капитал можно будет получить уже после рождения первого ребенка. Размер выплат увеличится. Кроме того, государство оказывает помощь молодым семьям в улучшении жилищных условий. Это большая поддержка для многих пар. Я думаю, что, надеюсь, что даже это кого-то подтолкнет на рождение детей. Те, кто сомневается и боится, что не будет материальной возможности. Если есть помощь, то всегда проще. В красной линии в послании президента прошла очень важная мысль, что величие России, достоинство граждан и будущее нашей страны зависит от того, сколько граждан России будет. И, конечно же, это взаимосвязанные вопросы с качеством жизни, с доходами семей, семей, которые воспитывают детей. И этому вопросу было уделено очень серьезный раздел послания и беспрецедентные меры поддержки. Студенты Павел и Анна только еще планируют создать семью. Сегодня они пришли в ЗАГС, чтобы подать заявление. Будущие супруги считают, что все счастливые семьи счастливы одинаково, когда в доме шумно и многодетно. Новость о дополнительных мерах поддержки семей для них как раз кстати. Это была хорошая новость. Нам сразу и родители тоже сообщили о том, что у нас, как сказать, в случае, когда у нас появится ребенок, нам уже будет оказана такая поддержка. У Павла и Анны есть важное преимущество. На первое время решен квартирный вопрос. Дальше нужно будет думать о расширении при помощи ипотечного кредита. Сейчас они уже планируют, как смогут погасить часть ипотеки деньгами, которые предусмотрены в бюджете для молодых семей. Содействие в оплате ипотечного кредита в размере 450 тысяч. Я могу сказать, что у нас за прошлый год в Самарской области 483 семьи воспользовались этой помощью. Они обратились... У них были ипотечные кредиты, они обратились в банки. Во-первых, им установили соответствующий фиксированный процент. И плюс еще они смогли получить помощь в размере 450 тысяч для оплаты кредита. Об этой уже действующей мере поддержки президент страны также напомнил в своем послании, чтобы как можно больше многодетных семей смогли воспользоваться. Супруги Дмитрий и Нина Седухины связывают с этим надежды на улучшение своих жилищных условий. Это очень круто. Ну реально это классно. Хорошая поддержка. Когда ты понимаешь, что тебе как бы дают дополнительную возможность принять решение в сторону ребенка, улучшения жилищных условий. То есть тех, кто в приоритете сейчас. У нас еще нет ипотеки, но груз ответственности уже лежит за нее на наших плечах где-то морально. Поэтому, наверное, это немножко облегчает такой достаточно рискованный шаг. В Самарской области действует 29 мер поддержки семей. В прошлом году на их реализацию было направлено почти 8 миллиардов рублей. После введения дополнительных выплат и льгот смета расходов должна увеличиться как минимум на 3,5 миллиарда. Олег Зверев, Николай Епифанов, События. Эксперимент на доверие. В Самаре открыли исправительный центр для тех, кого приговорили к принудительным работам. И хотя, по сути своей, это обычная колония для осужденных, по факту свободу этих людей никто не ограничивает. Как это все выглядит, расскажет Анатолий Головко. Это место больше напоминает социальный приют, чем учреждение для осужденных. Здесь есть 27 спален, библиотека, учебный класс, баня и прачечная, столовая и даже помещение для ритуальных обрядов. Все условия для комфортной жизни. Спеццентр для осужденных за незначительные преступления выдает только колючая проволока на бетонном заборе, располагающейся по соседству 27-я колония. Попавших сюда людей в передвижении не ограничивают. Напротив, им предоставляют рабочие места и достойную заработную плату. Они входят в гражданскую форму одежды, деньги у них в кармане, могут читать литературу, могут смотреть телевизор. В исправительном центре будут проживать как женщины, так и мужчины. Они могут общаться, готовить вместе еду, стирать вещи, читать книги и даже пользоваться интернетом. Здание рассчитано на 100 человек. За хорошее поведение осужденных будут отпускать на выходные к родным и близким. Нарушившие же порядок, например, за распитие спиртных напитков, рискуют оказаться в ШИЗО, штрафном изоляторе. Сегодня, вот видите, вот такой центр создан с человеческим лицом для людей, чтобы люди могли себя чувствовать в таких местах, ну, людьми, настоящими гражданами России. В случае болезни осужденные смогут обратиться за помощью в городские больницы. Для этого им оформляют все необходимые документы. Полностью обеспечиваются социальные гарантии наших осужденных. И я хочу отметить, что, если мы говорим о данной локации, то все, находящиеся в этом учреждении, они все поставлены на учет в поликлинике Куйбышевского района. То есть они, по сути, обслуживаются здесь, рядом. После окончания срока людям найдут работу. В этом им помогут представители общественного совета. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Далее, коротко о других событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Птицы, попавшие в двигатель самолета, становятся причиной крушения самолетов, в которых гибнут сотни людей. В прошлом году из-за этого произошла катастрофа в подмосковном Раменском. Тогда самолет удалось посадить на кукурузное поле. Шестилетнюю девочку, разыскиваемую французской полицией, нашли в Самаре. Об этом сообщает служба судебных приставов, куда с заявлением обратился Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации. Было возбуждено исполнительное производство об установлении местонахождения несовершеннолетней. Заведено разыскное дело. В результате проведенной работы адрес проживания женщины с ребенком был установлен. Депутаты Самарской области предложили отменить транспортный налог для автомобилей, оснащенных газовым оборудованием. Для битопливных машин предлагается снижение налога на 50%. Для автомобилей, работающих только на газовом топливе – 100%. По данным Министерства промышленности, сейчас в регионе менее 1% автопарка работает на газовом топливе. Это примерно 2500 машин. В перспективе на 5 лет прогнозируется рост до 4000 автомобилей. При этом количество заправок не удовлетворяет запросы потребителей. Их очень мало. Поэтому запланировано строительство дополнительных газовых заправочных станций. В этом году построят 6 заправок, в следующем – 7, 3 в 22 и 2 в 2023. Присутствующие на комитете депутаты проголосовали за законопроект. Далее его обсудят на первом заседании Губернской думы, которое пройдет 28 января. Аномально теплые температуры растопили лед на самарских катках. Они стали закрываться. В частности, дождь, прошедший в четверг 16 января, внес коррективы в работу катков в Парках Победы и Дружбы. В ближайшие дни они работать не будут. Администрация приносит свои извинения. Отметим, в начале недели каток в Парке Дружбы уже закрывали. 13 и 14 января он не работал по техническим причинам. Самарцы могут пройти бесплатное медицинское обследование по программе диспансеризации. В этом году пройти профилактический осмотр смогут горожане, рожденные в 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, а также 1980 и далее каждый год. Для записи на обследование нужно прийти в поликлинику по месту жительства с документами. На первом этапе диспансеризации медики определяют уровень глюкозы и холестерина в крови, проведут ЭКГ, флюорографию, измерят внутриглазное давление при первом обращении и после 40 лет. Второй этап полагается гражданам при наличии медицинских показаний для уточнения диагноза и включает в себя осмотр узкими специалистами. Тысячи тюльпанов, новые арт-объекты, концерты, кинопоказы, юбилейный парад на площади Куйбышева Самара готовятся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планы работы на ближайшие несколько месяцев обсудили на совещании в городской мэрии. Лариса Шалафаст узнала подробности. Ко дню Победы Самара украсит в едином стиле. На набережной, площади Славы, в Струковском саду, парках Победы и Гагарина установят тематические арт-объекты. Появятся и дополнительные цветочные тапиарные фигуры. К маю город украсит тюльпанами. В этом году в Теплицах готовят на 30% больше саженцев. Особое внимание улицам, которые носят имена героев. Уважаемый главы района, к вам тоже обращаюсь. Пожалуйста, ревизию проведите по всем тем улицам, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. Посмотрите, но обратите внимание, вы уже знаете, на вывески, на аншлаги, которые там стоят. Проговорите с людьми, кто на этих улицах работает. Напомните, что у нас начался юбилейный год, что все-таки какая-то тематика Великой Отечественной войны должна присутствовать на их фасадах. Ну и, конечно, все лишнее, все незаконное, однозначно надо убирать. У нас предложение дополнительно оформить эти улицы, там, где начало улицы, конец, навигационными губами или информационными указателями, на которых была бы выведена информация по герою Великой Отечественной войны и исторические справки относительно того, какие заслуги имели эти исторические личности. Сейчас в Самаре проживают больше 8,5 тысяч ветеранов. Все они получат подарки к 9 мая. Глава города поручил выяснить, нуждается ли кто-нибудь из них в ремонте жилья и провести его, где это нужно. На отдельном контроле все ремонты по ветеранам. И, конечно, глава района еще раз, пожалуйста, посмотрите, как у нас с вами живут ветераны. Мы знали, какая-то помощь необходима в ремонте, в других каких-то услугах. В Самаре приведут в порядок 250 памятников и мемориальных досок. Особое внимание – аллеи трудовой славы. Продолжится проект «Память героев», по которому устанавливают мемориальные доски героям-куйбушевцам. Запланировано несколько больших выставок. Одна из них – история куйбушевской студии кинохроники «Война сквозь объектив». В парках города пройдут кинопоказы военных фильмов для горожан. В планах и различные театральные постановки, спектакли, концерты. Не останется в стороне и молодое поколение. Школьники будут навещать и поздравлять участников войны. Запланирована и новая добровольческая акция «Победная весна». Это может быть концерт, это может быть помощь хозяйственная какая-то. То есть дойти до каждого ветерана. Планируем, что в этой акции у нас примут участие больше 2000 жителей. Ну, это если в декабре мы проводили елку пожелания для детей-сирот, это будет своеобразная акция елка пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны. Запланирован ряд общегородских патриотических акций. Одна из них – Лес Победы. Самарцам предложат в память о своем родственнике, погибшем в годы войны, посадить дерево. Территорию, где можно будет посадить лес, сейчас определяет Департамент городского хозяйства и экологии. Глава города поручила районам предлагать новые идеи. Уже сейчас готовится к месячнику по благоустройству. К началу мая город должен быть убран. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Врач-легенда. В Самаре почтили память Владимира Середавина. Он руководил строительством крупнейшего медучреждения области. Почти 30 лет его возглавлял. В 2015 году больницу имени Калинина переименовали в его честь. После смерти прославленного врача в память о нем на территории клиники оборудовали сквер. Каждый год родственники, коллеги и ученики известного медика в этот день собираются около его памятника возложить цветы. Папа был человеком очень светлым. Человеком очень любящим. И в этот день, несмотря на то, что этот день, конечно, для нас очень грустный, но как-то воспоминания все приходят очень светлые. Мы собираемся в день его ухода и в день его рождения. Этот памятник, конечно, он памятник Владимиру Диамидовичу, но это даже более того. Мне кажется, что это памятник вообще всем тем медикам, которые в этой больнице работали, работают с душой, с сердцем. Он научил человеколюбию, прежде всего, любить людей безусловной любовью, всегда думать о них максимально только хорошее. И любить свою работу, любить свою профессию, быть профессионалом там, где ты находишься. Юные виртуозы на льду в спорткомплексе «Маяк» проходят первенства Самарской области. Мальчишки и девчонки от 10 до 15 лет катают несколько программ. Какие соревнования ждут призеров-победителей, расскажет Сергей Кизоркин. Даниил начал кататься на коньках в 4 года. К 11 его медальная копилка насчитывает уже больше 20 наград, в основном золотые. Мальчик – чемпион области. До кандидата в мастера спорта Даниилу Герасимову осталось сделать всего лишь один прыжок – выиграть первенство России. Спортсмен уверен – это ему по силам. А пока фигурист на областном турнире катает короткую программу. Победив здесь, попадет в сборную региона. Тогда впереди замаячат первенство по Волжье и страны. А там и мечта может сбыться. В детстве мне очень нравилось, когда катались на льду именно фигуристы. Просто в киеве там командная работа, а тут ты сам за себя. И тут конкуренция уже такая побольше. И чтобы тут добраться до какого-то финала, например, до России, там нужно очень много пройти и очень много заниматься. Первенство Самарской области по фигурному катанию «Звездный лед» – это просмотр талантов со всего региона. За место в сборной сражаются почти сотни мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 15 лет из Самары и Тольятти. Чтобы поехать на первенство по Волжье и России, им нужно на отлично откатать две программы – произвольную и короткую. То есть выполнить безукоризненно необходимые прыжки и вращения. Для того, чтобы был чемпион России, очень много должно сложиться. Не только это вот тренерский момент и спортсменный момент. Это, конечно, есть доля и удача. Конечно, и финансовые вложения и родителей, и помощь, там, Министерство спорта, когда там детей посылают на соревнования. То есть это все должно быть в совокупе. Поэтому, конечно, мы работаем на это. Конечно, мы верим, что из наших спортсменов будут получаться конкурентноспособные спортсмены. Рассматривают фигуристов на областном первенстве очень пристально в жюри, судье всероссийской и международной категорий. Руководство региональной федерации гарантировало объективное выставление оценок юным спортсменам. Радует то, что уровень катания детей значительно вырос. Значительно. Если мы у спортсменов 10- и 9-летнего никогда не предполагали, что они могут, будем говорить, опробовать и исполнять уже на соревнованиях тройные прыжки, то сегодня мы видим. И, как правило, это представители города Тольятти. Первенство по Волжье пройдут в Тюмени для младшей команды и в Кирове для старшей в одиночном катании. А в Сызрани разыграют Кубок России по синхронному катанию. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.